Это история от вашингтонского «Эксиос», который никто не отнес бы к правым СМИ. Но двое репортеров «Эксиос» к их величайшей чести посвятили целый год упорному расследованию истории, которая оказалась просто поразительной. Агент китайской разведки по имени Фан Фан, или как она стала называть себя по прибытии в эту страну Кристин Фан, приобрела влияние в Демократической партии Калифорнии. Попутно она вела разработку ряда демократов, занимавших государственные посты. Как минимум с двумя из них у Фан были сексуальные связи. «Эксиос» пишет, что это были мэры городов Среднего Запада. Фан также завязала отношения с человеком по имени Эрик Сволвелл. Возможно, это имя вам знакомо. Эрик Сволвелл — член Конгресса США. Сволвелл состоит в Комитете Палаты представителей по разведке. Он допущен до самых охраняемых тайн этой страны. Отношения Фан и Сволвелла начались в 2012 году. Как очень многие китайские шпионы, Фан использовала в качестве прикрытия колледж. Она стала студенткой одного из университетов в области залива Сан-Франциско и сразу же вступила в ряд студенческих организаций с левой идеологией и политикой идентичности. После этого она вполне естественно начала собирать деньги для кандидатов в демократов. Представители разведки США полагают, что у Фана была сексуальная связь с Эриком Сволвеллом. Сегодня мы прямо спросили об этом офис Эрика Сволвелла, и его сотрудники ответили, что не могут рассказать, была ли у Сволвелла сексуальная связь с Фан, потому что эта информация, может быть, цитирую, «засекречена». Они не стали объяснять, что они имели в виду. Зато мы знаем, что когда Фан встретила Сволвелла, он был малоизвестным членом городского совета в области залива Сан-Франциско, но с большими политическими амбициями. Несколько раз ее фотографировали со Сволвеллом на политических мероприятиях. Она стала сборщицей финансовых средств на его политические кампании. По-видимому, Фан привлекла огромное количество денег из разнообразных источников, чтобы помочь Эрику Сволвеллу избраться в Конгресс. Не совсем ясно, откуда были все эти деньги. Но мы знаем, что Фан помогла Сволвеллу заручиться поддержкой американцев азиатского происхождения в его округе. Политические аналитики называли это решающим фактором его победы в 2012 году. Для китайской разведки этот трюк не нов. Другой демократ из Калифорнии, старший демократ штата, сенатор Диана Файнштейн, наняла китайского шпиона в свой офис, где он проработал почти 20 лет. Этот шпион был шофером Вайнштейн и прямо помогал ей наладить контакт с избирателями азиатского происхождения. Как и шпион, нанятый Файнштейн, Фан получила доступ к офису Эрика Сволвелла в Вашингтоне. Американские официальные лица заявляют, что Фан удалось устроить в офис Сволвелла стажера, почти наверняка шпиона китайского правительства. Реальный масштаб разведывательной деятельности Фан в этой стране нам неизвестен. В конечном итоге она бежала в Китай, когда ФБР вело в отношении нее расследование. Сволвелл утверждает, что не говорил с ней уже несколько лет. Но нам известно, что в лице Эрика Сволвелла китайское правительство выбрало себе перспективного посредника. Сволвелл — один из самых видных членов Конгресса. В прошлом году он баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. И на каждом этапе Эрик Сволвелл оставался надежным источником китайской госпропаганды. Будучи членом Комитета палаты представителей по разведке, он позиционировал себя как эксперта по выявлению иностранного вмешательства в наших государственных структурах. Может быть, вы помните, как Сволвелл годами обвинял действующего президента в работе на враждебную державу?